Так работать нельзя. Анарка Ирбекова заявила о давлении на нее. Кто мешает директору департамента госзакупок Министерства образования бороться с коррупцией? Я возбудил ряд дисциплинарных дел в отношении меня. Кого она разоблачила? Это ведомство уже несколько месяцев сотрясает громкие скандалы. Неужели намечается очередной? Неизвестные совершили покушение на жизнь гражданской активистки Галины Арзамасовой. В нее стреляли у здания районной администрации Алматинской области. Женщину ранили в бедро. Сейчас она находится в одной из больниц Алматы. Ее коллеги связывают это нападение с активной общественной деятельностью. Ипотечники потребовали списать им долги. Должники из нескольких городов Казахстана собрались в столице. В любой момент я могу с четырьмя детьми остаться на улице. Кто принял людей? Почему им не помогла программа рефинансирования? Насколько обоснованы их запросы? О фактах коррупции в Министерстве образования заявила директор департамента этого ведомства Анарка Ирбекова. Она рассказала журналистам, что в отношении нее началась травля, когда она отказалась подписывать документы с явными нарушениями. Гульбадам Назбенова расскажет подробнее. А он же назначает, понимаете? По данным Анарка Ирбековой сейчас в Нацбюро расследуются дела по факту незаконного заключения договоров. По мнению чиновницы, в Министерстве нагрели руки на молодежных стартапах. О том, что проводятся расследования, подтвердил и сам министр оскандалившегося ведомства. Эта женщина работает у нас, директором департамента. Только недавно она обращалась с заявлением к нам. Сейчас проводятся соответствующие расследования. Есть уполномоченные органы для этого. Думаю, что расследование будет проведено объективно, всесторонне, справедливо. Когда закончится, объявим о результатах. Скандалы сотрясают Министерство образования с начала этого года. В мае стало известно об аресте гендиректора Национального центра тестирования. Рамазана Алимкулова обвинили в получении взятки. Буквально через неделю задержали вице-министра образования Эльмиру Суханбердиеву. Ей также предъявили обвинение в коррупции. Приговорили к штрафу и отпустили из зала суда. Неизвестные совершили покушение на жизнь гражданской активистки Галины Арзамасовой. В нее стреляли у здания районной администрации Алматинской области. Женщину ранили в бедро. Сейчас она находится в одной из больниц Алматы. Ее коллеги связывают это нападение с активной общественной деятельностью. Сегодня правозащитники выступили с обращением к властям. Они сомневаются в справедливом расследовании этого дела. Почему, узнавала Шалпан Разбекова. Три дня прошло с того времени, как на меня было сделано вооруженное нападение с бутылкой с зажигательной смесью. Но до сих пор ко мне никто не явился. Эта запись была сделана активисткой Галиной Арзамасовой в первых числах июня этого года. Уже тогда это было отнюдь не первым покушением на ее жизнь. И вот вчера в Галину стреляли прямо у здания районной администрации. Здесь была запланирована встреча с чиновниками. По словам ее сторонников, которые оказались рядом, присутствующие успели заметить серебристую машину. Оружие, из которого стреляли, было с глушителем. Ранее несколько покушений на Арзамасову так и остались без внимания правоохранительных органов. На Галину на протяжении двух лет пять раз было совершено нападение. То есть была авария, ее избивали. Значит, все это было сопряжено именно со встречами в Акимат. По пяти заявлениям, все заявления они просто вот так вот не нашли. Все. Никто и не искал. Одну из таких историй рассказали и соседи-активистки. Тогда злоумышленников тоже не поймали. Да, ее однажды здесь били. Еще мы выбежали, спасли ее. Нет, никого не поймали. Он был в капюшоне, такой высокий. И мы, она орала, как дикая, мы выскочили. А он ее уже бил. Активистка Галина Арзамазова живет в Алматинской области. Там она ведет собственное расследование о незаконной продаже земельных участков в одном из близлежащих районов. Женщина не исключает, что в этих делах вполне могут быть замешаны госслужащие. Арзамазова поднимает и другие проблемы, которые якобы игнорирует местная исполнительная власть. Мы были на беседе с Акимом и говорили с ним. Проблемы-то есть, Нургалядик Бекович, как вам не стыдно продавать вот эту зеленую зону? Он мне сказал, вы за эти слова еще ответите. Между тем, в областной полиции очень сдержанно, но все же рассказали о произошедшем накануне инциденте. Говорят, преступник задержан. А вот почему предыдущие нападения так и остались нераскрытыми, ответить не смогли. Обещали выяснить в кратчайшие сроки. По сообщению пресс-службы департамента полиции Алматинской области, по факту пулевого ранения, причиненного Галине Арзамасовой, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 22-летний житель Калгарского района. Пневматическое оружие изъято, проводятся следственные действия. Статья 293, часть 3, хулиганство. Группа гражданских активистов опасается, что и на этот раз история с Арзамасовой может остаться нераскрытой. Задержание – это хорошо. Теперь осталось доказать, что стрелял именно задержанный. А дальше мотив – цели личной заказчика. Активисты каждый со своими проблемами не раз уже обращались в правоохранительные органы. Расследования их дел также были затянуты на годы. Но итогов нет до сих пор. Мы вот 24 человека, пострадавшие от разных, по разным делам, обратились к коллективным заявлениям Назарбаеву и к руководителю НВД и других государственных органов. Это беспредельный полиции, на который, в основном, на который получили очередную никчемную отписку. А издевательским ответом на наши многочисленные жалобы на заместителя начальника ДП, последствию Нуркаева, является перевод его, как уже говорилось, на повышение столицы. Вот вам ответ. Чем, значит, больше мы жалуем всем, чем у них лучше карьера. Организованную в Бюро по правам человека пресс-конференцию собравшиеся закончили небольшим флешмобом и назвали это своеобразным посланием для руководства страны. Ипотечники со всего Казахстана собрались в столице, чтобы встретиться с руководителем администрации президента. Эти люди больше 10 лет не могут осилить кредит на жилье, которое они оформили в долларах до девальвации. Некоторые из них не подпадают под программу рефинансирования. Сегодня они потребовали списать им эти долги. Зарина Беремкул расскажет подробнее. В столицу приехали 40 человек, которые не могут закрыть свой кредит уже долгие годы. Это те, у кого нашли силы и деньги на дорогу. В период с 2004 по 2009 годы они оформили ипотеку в долларах под высокий процент. После кризиса и девальвации оплата займа стала непосильной. Частные судебные исполнители заблокировали счета, семьи оказались под угрозой выселения. В любой момент я могу с четырьмя детьми остаться на улице. Я хочу, чтобы правительство страны приняло меры по сохранению жилья казахстанцев, единственного жилья. Согласно отчету Нацбанка, программа рефинансирования кредитов казахстанцев, оформленных в начале 2000-х, затронула более 25 тысяч заемщиков. На эти цели финрегулятор выделил 151 миллиард деньги. Однако, по мнению потечников, программа помогает далеко не всем. Некоторые не попадают под требования из-за превышения допустимой суммы кредита или площади жилья. Многие из них брали ипотеку в ликвидированных банках. Также ипотечников не устраивают механизмы рефинансирования, которые снижают только комиссии и вознаграждения. Но не основной долг, считают они. Нас намеренно вогнали в эту кредитную кабалу. Это уже было очевидно. И когда мы хотели решить эту проблему, мы сказали, дайте нам справедливый долг. Это очистить все косвенные комиссии. Это пересчитать по дифференцированному металлу начисления. И вот эта вся сумма вверх шапка, она бы снизилась. Был бы выведен справедливый долг. Вот этот справедливый долг мы рефинансируйте. Мы не издевенцы, как нас говорят. Мы не халяшки. На встречу с собравшимися пришли представители администрации президента, после чего они смогли пройти в приемную и поговорить с помощником главы государства Аидой Балаевой. Мы потенциальные бомжи. Мы завтра выходим туда и мы прорываемся к уши Рубаева тогда. Мы не хотим этого. Мы хотим законодательно и конструктивно решить. Хорошо? Все хорошо. Аида, дело в том, что смотрите, во внимание возьмите. Все аресты, аресты заемщиков. Помощник президента обещала провести прием с активистами и обсудить их проблему с уполномоченными министрами. Продолжение следует...